Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости. В студии Виталий Матюшин. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти 7 дней, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты. Коротко о главном. Новый год – новый этап развития отношений в рамках безвизового режима. Возможности санаторно-курортных организаций, расположенных на территории туристко-рекреационной зоны Брест, оценили представители 12 крупных турфирм Польши. Олимп для тружеников. В Ленинской администрации города Бреста подвели итоги социально-экономического развития предприятий в 2018 году. Лучшие из лучших поднялись на вершину Ленинского Олимпа. Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста. Стартовавшая в прошлом году акция продолжается. В 2019-м украсить областной центр должны 26 тысяч хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Об этом и не только прямо сейчас. В первом материале нашего выпуска мы поговорим о туристической привлекательности Брестского региона, ведь это один из ключевых факторов его развития. Разработка и проведение туристической политики Брестской области осуществляется успешно. К примеру, в рамках безвизового режима в прошлом году город над Бугом посетило порядка 18,5 тысяч туристов из 55 стран. Около 70% из них – жители Польши. В этом году Брест ждет больше гостей. Поводов посетить тысячелетний город прибавляется. И цифры не заставляют себя ждать. Уже сегодня поток иностранцев увеличился практически в 4 раза. Накануне возможности санаторно-курортных организаций, расположенных на территории туристской рекреационной зоны Брест, приехали оценивать представители 12 крупных турфирм Польши. Это уже второй по счету визит. Виктория Нечаева о перспективах безвиза. Тема туристической привлекательности Брещины стала центральной в рамках трехдневного пресс-тура, организованного Брестским отделением БелТПП для представителей 12 крупных турфирм Польши. Конечно, основная задача второй по счету поездки, понятно, обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Но основная повестка визита – показать возможности санаторно-курортного отдыха и лечения. Делегации побывали в усадьбе Немцевичей, в санаториях БУК, Надея, Солнечный, Ружанский, а площадкой для переговоров был выбран Брестский аэропорт и не случайно. Аэропорт сегодня может принимать любые типы самолетов. И мы надеемся, что вот такое вот продвижение объекта поможет нам сюда привлечь, может быть, какие-то частные, чартерные программы по подвозу туристов. И сегодня мы должны показать, что мы готовы сегодня к этой работе. Мы не только аэропорт будем представлять, но у нас наша гостиница открылась в прошлом году после реконструкции. Гостиница «Мечта» называется. Очень неплохая гостиница. Мы будем представлять польским партнерам. Именно покажем гостиницу, расскажем о ценовой политике, которая у нас здесь есть. По обе стороны БУГа – история, культура, обычаи и традиции. Имена, памятники, архитектуры и достопримечательности. То, что объединяет нас с соседями. По сути, безвиз, действующий на территории Брестской области, для поляков вариант, если не идеальный, то очень удобный и выгодный. В сфере оздоровления и санаторно-курортного лечения белорусские санатории не уступают европейским здравницам, а ценовая политика приятно удивляет. Так что же интересно польскому туристу и какая брещена в глазах иностранцев? Я лично считаю, что объекты туристические, которые на территории Брестской области, они очень важны, потому что это наша совместная культура, Польша и Белоруссия. То есть нас объединяют очень много. И, конечно, это могут быть и лечебные туры, это может быть сентиментальный туризм, это может быть также обмен детские, тоже туристические программы специальные. Ну и, конечно, исторические программы. Сегодня наши санатории внушительным количеством зарубежных гостей похвастаться не могут. Есть ряд проблем, над которыми в настоящее время эксперты будут работать. Первое – незнание персоналом иностранных языков. Второе – усиление действия метода сарафанного радио. Низкий уровень информированности иностранцев и стереотипы сегодня остаются основными преградами развития туристического потенциала Беларуси. Все равно не так хорошо о нас знают, как нам бы хотелось. Поэтому такие мероприятия, которые сегодня проводятся, и способствуют этому. Но, прежде всего, Белоруссия незнанная на нашем... Я живу в 160 километрах от границы. Очень малая информация о Беларуси в целом, поляков. Многие боятся, что в стране не очень безопасно. На самом деле это не так. Здесь интересно. И есть на что посмотреть. Вернувшись на родину, я, конечно же, расскажу об этом своим знакомым. Мы будем стараться работать. А большое расстояние между Западной Польшей и Брестским регионом при наличии авиарейсов намного упростит движение туристических походов. Между тем, сегодня ведутся активные переговоры об объединении туристических регионов Брестка и Гродненской областей. Уже прорабатывается проект указа об объединении двух туристических зон. До 15 марта Министерство спорта и туризма Беларуси внесет свои предложения. Расширение без визы – это имиджевый проект открытости Беларуси, который власти будут и дальше поддерживать практикой и новыми решениями. Виктория Нечаева, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. В последние несколько лет вопросы безопасности школьников стали одними из самых обсуждаемых. Если раньше мы в голос удивлялись тем ужасным ситуациям, которые происходили в учебных заведениях мира, то с недавнего времени тревога появилась в голосах белорусских родителей из-за событий в столбцах, когда школьник жестоко расправился с учительницей и двумя сверстниками. Какие же меры безопасности должны быть соблюдены в учреждениях образования? Для чего на посту у вахтера тревожная кнопка? И кто несет ответственность за то, что происходит в школах, гимназиях и лицеях во внеурочное время? Эти и многие другие вопросы стали повесткой дня большого мониторинга, который провел первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. Вот уже почти полтора года на входе в среднюю школу номер 13 висит специальная надпись, которая оповещает входящих о том, что в учреждении образования существует пропускной режим. Это значит, что попасть на территорию учебного заведения может только лицо, имеющее специальный электронный пропуск. В первую очередь это ученики. После считывания данных карточки родители ребенка получают сообщение о том, что он пришел в школу либо покинул ее. Контроль за работой системы возложен на гардеробщика. До того, как установить эту систему, школа проводила с родителями общешкольное родительское собрание, где предварительно мы провели анкетирование родителям, хотят ли они, чтобы в нашей школе стояла эта система. Когда 94% наших родителей нам сказало, что да, мы хотим, мы провели советом школы решение об установке данной системы в нашей школе. Установленная система контроля – это один из элементов безопасности, уверен первый заместитель председателя горосполкома Вадим Кравчук. Сегодня школы переходят и на видеофиксацию происходящего. Камеры, как правило, устанавливаются по периметру учебного заведения, а также в нескольких точках в самом учреждении. Как показала практика, так решить порой возникающие конфликты стало проще. Кроме того, особое внимание уделяется исправности тревожной кнопки и тому, насколько ответственны за ее использование специалисты, знают инструктаж. Если вдруг, не дай бог, пожар, задымление, какая-то газовая вспышка и так далее, как срабатывают дальше вот эти турникеты и так далее? Они отключаются автоматически. Если срабатывает система пожарная, они отключаются. Автоматически отключаются, все открывается, то есть размагничено, и свободный доступ выхода на улицу. Средняя школа номер один – вариант современной проектировки. В ней изначально было запланировано строительство поста охраны. На монитор специалиста выведены более 20 камер видеонаблюдения. Кроме того, при возникновении чрезвычайной ситуации на специальном мониторе охранник может увидеть ее очаг и принять грамотное решение по экстренной эвакуации из опасной зоны. При этом ведется постоянная видеозапись происходящего. Шесть дней в неделю у нас работают два охранника. Значит, именно функции охраны входит контроль за теми, кто приходит в школу, и они ведут журнал. Поставлена задача активизировать работу и принять дополнительные меры по безопасности нахождения наших детишек в учреждениях образования. По данному вопросу мы работаем в трех направлениях. Это установка видеонаблюдения, это установка тревожных кнопок, и третий вопрос, конечно, который тоже достаточно очень актуальный, это электронная проходная. Что касается видеонаблюдения, то на территории города Бреста расположено 132 учреждения образования, в том числе 66 детских и школьных учреждений и 50 учреждений общего среднего образования. В учреждениях общего среднего образования уже на сегодняшний день установлено 337 видеокамер. Практически в каждом учреждении образования стоят на входных зонах. В зонах массового пребывания деток это у нас спортзалы, пищеблоки, столовые, и в опасных зонах это в мастерских. Практика показывает, что такого рода контролирующие меры актуальны для учреждений образования разного профиля и разной возрастной категории. В лице номер один имени Пушкина активно работает полный комплекс средств безопасности. Несмотря на то, что в учебном заведении проходят занятия для ребят старшего школьного возраста, контроль за временем прихода учащихся ситуации в столовой и спортивном зале ведется на постоянной основе. К такому варианту работы должны прийти все учебные заведения города. Мониторинг объектов будет продолжен. Периодичность обязательно будет, то что мы сегодня проводим, это будет проводиться именно мониторинг, проверки, как владеет руководство наших учреждений образования, как они быстро и мобильно могут сработать в той или иной чрезвычайной ситуации. И конечно же будет отслеживаться ситуация в части ее усовершенствования. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главном. В чем заключается успех любого предприятия, будь то огромный завод или маленькая фирма? Ответ однозначен – люди, трудолюбивые, талантливые, преданные своему делу. Именно такого мнения придерживаются в администрации Ленинского района, а потому уже в 17-й раз проводят вечер чествования лучших из лучших работников среди трудовых коллективов предприятий промышленного комплекса. Парад правофланговых – так можно назвать мероприятие под говорящим названием «Ленинский Олимп». Лидер мясной промышленности Беларуси «Брестский мясокомбинат» – компания, которая создает вкусные мясные продукты, пользующиеся неизменным спросом у белорусского потребителя. Высокая оценка дана и покупателями 15 стран мира. Россия, Украина, Казахстан сегодня уже и жители Пакистана лакомятся изысками брестского предприятия. А для того, чтобы удерживать позиции лидера на рынке, коллектив «Брестского мясокомбината» находится в постоянном процессе развития. Совершенствуется логистика, закупается передовое оборудование, автоматизируются складские помещения, модернизация постоянная, а еще пристальное внимание к сырью, оно должно быть самым качественным. На взгляд директора предприятия Павла Буховецкого, есть три кита, на которых строится успех комбината. В первую очередь это желание. Желание и руководителя, желание и коллектива, который разделяет подходы, поддерживает, и вместе, одной командой идем вперед. Это самое главное. Второе – это, безусловно, знание, потому что сегодня без знаний, это и развитый маркетинг, и система продаж, и третье, конечно же, качество. Наша колбаса самая вкусная, поэтому нам в этом плане лучше. Но какой ценой это далось, это огромный-огромный труд. Вы гордитесь тем, что руководите такими людьми, таким предприятием? Я горжусь своими людьми, и руководить ими, и быть с ними рядом, мне очень приятно. Традиционный Ленинский Олимп, который в этом году прошел в 17-й раз, подвел финишную черту года 2018-го для промышленного комплекса Ленинского района. Брестский мясокомбинат среди предприятий занял первое место. Производство колбасных изделий, копчености, полуфабрикатов, пельмени – это и многое другая продукция сегодня, в буквальном смысле, стала брендом не только области, но и страны. Почевать на лаврах коллектив не собирается. В ближайшее время у нас в планах сделать линейку высокого качества. Это премиум-сегмент будет, где мы возвратим традиции колбасоделания 20-летней давности. Акцент будет сделан на домашнее, на качество. Это одна линейка. И мы сегодня активно разводим по сегментам нашу продукцию. И для каждого покупателя мы сделаем то, что нравится ему. Например, совсем недавно вышла новая линейка пельменей. По-итальянски называются, да. Это новый продукт, в Беларуси его нет. Это инновационный продукт. В принципе, он хороший динамик, указывает, людям нравится. Я надеюсь, мы будем радовать и дальше новинками. В списке тех, кто в этом году номинирован на высшие награды и крупнейшие производственные титаны не только района, но и города и области в целом. Термобрест, Брестгазоаппарат, ликероводочный завод «Белалка», предприятия свободной экономической зоны «Анрекс» и «Санта-Бремор». В 2018 году они достигли высоких результатов по многим показателям. А потому «Олимп», на который поднимались руководители, это не просто подведение итогов. Это прежде всего хорошая возможность сказать спасибо коллективам, которые сработали на десяточку в 2018 году. Объем промышленного производства Ленинского района города Бреста около 70%. Около 30% – это области объем промышленного производства. То есть потенциал очень высокий. Ленинский район, промышленные предприятия в основном сработали все хорошо. Мы горды тем, что у нас хорошие промышленные предприятия, руководители этих промышленных предприятий, хорошие показатели. Я не буду хвалить Ленинский район, пускай скажут другие, но я просто горжусь, что у нас есть такие предприятия, организации, есть такие люди, которые на них, на их плечах, на этом фундаменте держатся все остальное. Потому что экономика – это базис. Остальное будет базис. Все будем строить. Будет строительство, образование, здравоохранение и все-все остальное. К важной дате приурочили и награждение лауреатов 17-й районной премии «Ленинский Олимп». Из 117 конкурсантов жюри выбрало 10 лучших в 10 номинациях. Среди них не только предприятия, добившиеся успеха в 2018 году, но и настоящие профессионалы своего дела, люди с активной жизненной позицией, люди, преданные своему делу, наставники, лидеры, классные специалисты, инноваторы, надежды предприятий и те, кто достиг высокого карьерного роста. Люди, влюбленные в свое дело. Мне всегда интересно познавать что-то новое. И сидеть на одном месте, и ежедневно рутинную работу – это приводит не совсем к хорошим результатам. А когда ты познаешь какие-то новые направления, какие-то новые мероприятия. Ведь на предприятии, когда организовываются и какие-то коллективные такие выезды, мероприятия, человек совсем по-другому раскрывается. Рабочая обстановка – это рабочая обстановка, а в неформальной обстановке каждый работник раскрывается по-своему. И это очень много значит. И вот на таких мероприятиях, как правило, раскрываются многие таланты, которые вот рядом, бок о бок работаем, а раскрываются только именно вот так. Чем должен обладать человек, чтобы достичь некого успеха? С желанием и интересом к тому, что ты делаешь. Если не будет интереса в развитии того, чем ты занимаешься, улучшения этого, тогда этого не достигнешь. То есть человек должен стремиться к чему-то учиться новому, и ему должно быть это интересно. Если ему это не интересно, нет желания. Если интересно, значит тогда есть стремление к чему-то новому. Слова благодарности от руководства города и области звучали в адрес экс-глав предприятий. Благодаря их труду сегодня Ленинский район – это 40 крупных субъектов хозяйствования. Более двух тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, почти три с половиной тысячи индивидуальных предпринимателей. Но главное достояние города и района – его люди. И задача каждого руководителя в обеспечении их комфорта и достойной жизни. К другим темам. Завтра отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. По последним данным, в Брестской области насчитывается более 1800 детей с нарушениями слуха. Свыше одной тысячи жителей имеют инвалидность. Выявляют заболевания и не дают им развиваться врачи-сурдологи. Такие специалисты работают на базе Брестской областной больницы и Детской областной больницы. Как вовремя опознать развивающуюся тугоухость у ребенка и существует ли профилактика болезней уха и слуха? Узнала наш корреспондент Виктория Нечаева. С каждым годом количество детей, имеющих проблемы со слухом, увеличивается на 60-70 человек. Определить, как можно раньше нарушение слуха у ребенка – одна из первоочередных задач у врачей-сурдологов. Реакцию на звуки в кабинете консультативной поликлиники Брестской областной детской больницы проверяют несколькими способами. Диаметрия, импедансиметрия, аудиометрия. Для обычного пациента слова «незнакомые», для специалистов – это методы обследования, благодаря которым можно на ранних стадиях определить заболевание, значит, получить все шансы его вылечить. Нейросенсорная тугоухость, она делится на острую хроническую. Острый считается процесс, который длится до месяца, но, как правило, буквально в первые несколько дней, если мы оказываем медикаментозную помощь, то может наступить выздоровление в большом проценте случаев. Громкая музыка в наушниках, простудные заболевания, травмы головы – все это может привести к слуховым нарушениям. Но в большинстве случаев проблемы патологии уха имеют генетическую предрасположенность. Сурдологи рекомендуют простые правила профилактики, и касаются они в основном женщин. Это, во-первых, планирование беременности все-таки. То есть к беременности нужно подходить основательно и ее планировать. Естественно, исключение вредных привычек – это однозначно. Затем просто беречься от вирусных заболеваний. То есть беременной женщине как можно меньше посещать места скопления людей. В том числе и аккуратно подходить к лечению этих заболеваний. То есть применение антибиотиков, разрешенных беременным женщинам. Наиболее тяжелая слуховая патология зарегистрирована более чем у 500 детей. А свыше 1100 жителей региона – инвалиды. Все они члены областной организации Белорусского общества глухих. Как они налаживают коммуникации в социуме, могут ли найти себе работу по душе и тяжело ли подобрать подходящую вакансию. У нас есть два предприятия в городе Баранович и унитарное предприятие БЛИД. Кстати, считается самым лучшим в Республике Беларусь среди инвалидов по слуху. Они изготавливают обувь. И в городе Бресте – Промбриз. Проблемы с трудоустройством у нас инвалидов нет. Мы можем трудоустраивать их на наше предприятие. Основное направление деятельности организации – трудоустройство. Но есть и другие. Несмотря на то, что на базе Брестского отделения глухих нет спортивной базы, члены объединения – активные участники городских, областных и республиканских спортивных проектов. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные кубки. Это то, что ежедневно напоминает о победах. Но главным успехом инвалидов, по слуху, была и остается занятость и востребованность в обществе. Продолжаем выпуск. Текущий год – юбилейный для 115-го зенитного ракетного полка. Своё 70-летие пограничники неба отметят в декабре, но до празднования еще далеко. А солдатский быт и суровые военные будни с поставленными задачами являются неотъемлемой частью жизни военнослужащих. В конце февраля состоялся запланированный первый полевой выход зенитного ракетного дивизиона в рамках мероприятий боевой подготовки 115-го зенитного ракетного полка. На протяжении 20 дней его военнослужащие будут отрабатывать полученные навыки в условиях, приближенных к боевым. Среди тех, кто защищает небесные рубежи, и прапорщик Ольга Проц. В преддверии 8 марта наш корреспондент Наталья Луговкина побывала на полигоне, где проходят учения и смогла узнать, каково это – встречать женский праздник в полевых условиях. Армия – это слаженный, практически часовой механизм, где от точного и выверенного выполнения каждым своей работы зависит исполнение поставленной задачи. Это становится ясно с первых минут пребывания на территории расположения полка. Огромные махины зенитного ракетного комплекса, стоящие на вооружении войск ПВО белорусской армии, впечатляют своими размерами и воинской мощью. Это оружие гарантирует защиту мирного неба нашей страны. Обеспечивает полное поражение современных самолетов, крылатых ракет, баллистических целей, летящих со скоростью до 1200 метров в секунду. В зоне до 70 километров по дальности на высотах от 25 метров до практического потолка их боевого применения. Трудно передать весь спектр эмоций, когда ты видишь эту громадину, а рядом с ней – хрупкую девушку. Закономерно появляется вопрос, как она себя ощущает в таких обстоятельствах. Я их вижу каждый день на работе, на службе, поэтому я уже привыкла к этим машинам. Но, наверное, те люди, которые видят их первый раз, может быть немножко страх какой-то, может удивление у кого-то они вызывают. А вообще, посмотрев на такую машину, конечно же, наверное, это мощь, сила, защита. Я думаю, так. Прапорщик Ольга Проц служит в рядах нашей армии на протяжении 11 лет и имеет свое четкое мнение о месте женщины на службе вооруженных силах. Дочь офицера пограничных войск выбор будущей профессии сделала еще в детстве. Я просто помню картинку из детства, когда мне было 5 лет, у меня отец служил в пограничных войсках. И вот я помню, когда он приходил в военной форме, он постоянно приносил какие-то сладости, вкусности, а потом уже в более осознанном возрасте. Ну, появилась такая возможность, и я подумала, почему бы и нет, почему бы не попробовать себя в вооруженных силах, потому что я не считаю, что здесь только мужские профессии. Как бы женщина тоже может, умеет служить родине. С Ольгой сложно не согласиться. Наши женщины способны на многое. Наравне с мужчинами переносить все тяготы воинской службы, но при этом не забывать о том, что все же являются представительницами прекрасного пола. На вопрос о красоте и женских хитростях Ольга смущенно отвечает. Сложный вопрос, конечно. Привыкаешь ко всему, особенно женщина, она старается как-то преподнести себя, где бы она ни была. Будь она на гражданке, женщины-красавицы, будь они в армии, они стараются тоже быть красивыми. Поэтому это не сильно сложно. За такое время я уже привыкла к форме, я привыкла к берцам, я привыкла к этому распорядку армейской жизни. Да, конечно, иногда возвращаешься домой, смотришь на девушек, которые идут по городу в юбке, которые в красивом платье, в туфельках. Ну, ничего, это такая минутная слабость. Я, наверное, если бы уже ушла из армии, ну, я не представляю, я, наверное, как-то чувствовала себя не в своей тарелке. Картинка из детских воспоминаний Ольги о приходе отца стала определяющей в выборе своего места в жизни и людей, которые окружают ее. Именно в армии она встретила своего будущего супруга, которым очень гордится. Он у меня молодец, замечательный. Вот, сейчас он отслужил, конечно, остался на контракт. Вот, отучился в школе прапорщика, сегодня у него выпуск, поэтому я хочу его поздравить. Вот, теперь в полку два прапорщика, проц, мы будем стараться. А так, совмещаем все, и службу, и дома. Он меня понимает, я его понимаю, потому что если бы мы были как-то... Гражданский, я военная, нам было бы тяжело понять друг друга. В преддверии 8 марта Ольга воспользовалась возможностью поздравить всех женщин нашего города. Я бы пожелала им здоровья, я бы пожелала им терпения, чтобы их мечты сбывались, чтобы дома у них все хорошо было, чтобы дети были здоровы, чтобы мужья любили, чтобы на все всегда хватало у них времени. Вот, всего им хорошего. Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста. Стартовавшая в прошлом году акция в 2019-м продолжается. Задача кампании по зеленению города над Бугом в нынешнем году несколько отличается от предыдущих сезонов. И это понятно. К своему тысячелетию Брест должен быть не только самым ярким городом, но и самым зеленым. Наши корреспонденты отложили все офисные дела, отправились на улицы города и понаблюдали за тем, как проходит кампания по озеленению. Чистый, такой уютный, а вскоре и самый зеленый город в Беларуси – Брест. Масштабная кампания по озеленению города над Бугом стартовала 18 февраля. В общем, зеленые ситуации, которые складываются в Бресте, красноречивее. Всего говорят цифры. В 2019-м украсить областной центр должны 26 тысяч деревьев. Хвойных и лиственных – это в несколько раз больше, чем в прошлые сезоны. Мы хотим создать тот Брест, который был раньше, чтобы все знали, что Брест – самый зеленый город в Беларуси. Поэтому я надеюсь, что мы до этого дойдем. В этом году постараемся сделать огромный шаг к этой цели. В день у нас приблизительно около 100 деревьев и 400 кустарников. Работает порядка, наверное, 35 человек на данных видах работ. В юго-западном микрорайоне Бреста новые аллеи появляются повсеместно. Мытное, Махновище, Грибоедово – и это объяснимо. Район молодой, на его территории совсем недавно велись строительные работы. Сегодня на юго-западе пока низкий уровень озеленения, но, судя по темпам кампании, вскоре ситуация изменится кардинально, ведь на кону – комфорт жителей. Деревья сажают точно по технологии, в наиболее благоприятный и оптимальный период. Положительная температура воздуха, земля хорошо насыщена влагой, деревья – в состоянии покоя. За много лет сократилась зеленая зона. И мы сейчас наверстываем это упущенное, чтобы было. Ну, для наших детей и для нас, я думаю, будет лучше, если будет больше зеленой зоны в городе. Будет у нас где гулять, дышать, отдыхать людям. Молодые саженцы украсят парки и скверы, улицы центра города и спальных районов. А значит, Брест станет ярче, красивее и еще зеленее. Сегодня высажено более 300 деревьев и около 3000 кустарников. Весенняя акция по посадке древесно-кустарниковых насаждений завершится к апрелю. Также будут проводиться специальные мероприятия по восстановлению леса. Одним словом, город над Богом делает таким, каким ему следует быть. Будем стараться как бы качественно высаживать это, перейдем на другие растения. Попытаемся сейчас закупить тот ассортимент, которого у нас в городе Бресте не было. Это штамповые растения на центральных улицах посадим. Это Машерово, Бульвар. То есть, делаем такие характерные, значимые места с таким дорогим посадочным материалом. Виктория Нечаева, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ. Это были итоги недели на Бук-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни марта. Весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое, сказал Харуки Мураками. А я добавлю, весна – время возрождения и новых начал. Для некоторых шанс перевернуть новую страницу, для других – удивление. Удивляйте и удивляйтесь. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Календарная весна началась с похолодания. Но оно будет недолгим. Уже в воскресенье 3 марта на территорию Беларуси вновь начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения. В Бресте в течение дня пройдет кратковременный дождь, местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедится. Ветер юго-западный, порывистый, температура воздуха в ночные часы – минус 2,4, днем до 4 со знаком «плюс». В понедельник, 4 марта, погоду будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. В Бресте ожидается преобладание облачной погоды, временами дожди, слабый туман и гололед на дорогах гололедится. Станет гораздо теплее. Ночью до плюс 6 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 11 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова